Я приветствую всех в эфире первого городского новости. Расскажем о самом главном. В студии работает Наталья Болдинская. Поговорим о таком. Криворожанин, который ударил ножом в грудь с бутыльника, а потом перерезал ему горло, отправится в СИЗО на два месяца. Авария на Сурикова. Пострадало пять взрослых и двое детей. Ехал я по главной, то есть на зеленый свет спор, меня не пропустил владитель опеля. Ну и вот последствия. Кручу-верчу. Модные спиннеры, мини-тренажер для пальцев или опасная игрушка. Такой гаджет может быть изготовлен из различных материалов латуни, меди или пластика. Подробности этих и других новостей прямо сейчас. Криворожанин, который жестоко убил своего собутыльника, отправится в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Центральный городской суд. Меру пресечения злоумышленнику избрали 18 июля. Мужчина пробудет за решеткой во время досудебного расследования. Напомню, в ночь на 15 июля, во время распития спиртных напитков, в компании молодых людей произошла ссора. Один из парней схватил нож и ударил им в грудь своего знакомого. После этого повалил жертву на землю и несколько раз перерезал горло. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Убийца принялся бежать, но личность злоумышленника быстро установили и начали поиски. Парень скрывался от полицейских, но уже следующей ночью после жестокой расправы экипаж патрульной полиции задержал подозреваемого. Теперь 26-летнему криворожанину грозит до 15 лет тюрьмы. Криворожан, которые обманули почти 60 криворожан, отправились в СИЗО на два месяца. Так решил Жафневый суд. Пятеро мужчин занимались вымогательством с 2013 по 2016 годы. Они предлагали помочь доверчивым горожанам оформить кредит. А когда банк перечислял людям деньги, злоумышленники отбирали у них наличку. Многих потерпевших преступники вывозили на карьер и избивали. Таким образом, злоумышленники обманули почти 60 горожан на общую сумму более 1 миллиона гривен. Один из подозреваемых – азиат, поэтому в народе это ОПГ прозвали «бандой китайца». Напомню, злоумышленников задержали в декабре прошлого года. Им грозит до 13 лет тюрьмы и конфискация имущества. Таких зверей надо садить. Это звери, это не люди. Я вам говорю, я испытал на себе, это не люди, это звери. Мою жену украли, посадили в машину. Потом меня звонят и говорят, если ты хочешь увидеть жену, выходи сюда с документами. Обыскивают транспортников. На фирме одного из местных перевозчиков фальсифицируют путевые листы. И работают водители, не оформленные официально. Так считают следователи. Утром 18 июля сотрудники Криворожского отдела полиции изымали документацию в транспортной компании. Правоохранители искали бумаги, подтверждающие количество официально трудоустроенных водителей на предприятии. Во время обыска полицейские конфисковали папки с документами и журналы о прохождении водителями медосмотров в начале и конце каждой смены. Представитель перевозчика отрицает, что у него работают нетрудоустроенные сотрудники. Говорит, все маршрутчики получают официальную зарплату. А что за маршруты у вас вообще? 230, 231, 364, 209, 250. А сколько у вас водителей в штате? Ну, если не секрет, конечно. Проделы 120 человек. Это на вот эти маршруты, которые вы говорили? Ну, это хорошо. 120 водителей это. Понятно. И они, я так понимаю, заработную плату тоже получают официально через предприятие, да? Наркотики для себя. Патрульные полицейские задержали парня, который хранил марихуану в кармане. Все произошло вечером 17 июля в частном секторе Центрального городского района. Молодой человек вел себя подозрительно, чем и привлек внимание правоохранителей. Как только патрульные начали подходить к парню, тот принялся убегать. Полицейские задержали правонарушителя. Оказалось, у него были при себе 28 пакетиков с так называемой травкой. Я поднимался просто с хлеб завода, здесь, ну, поднимался по горке. Сворачивался здесь, у меня живет все, знакомый. Я к нему и шел. Мне, ну, то есть у меня болит просто живот. Меня все здесь остановили, подъехала патрульная полиция. Здесь остановили, я оттуда подошел сюда. Меня сразу поломали на пол. Взяли, там что-то взяли и мне все сюда засунули. Все. Изначально задержанный утверждал наркотик не его, но затем все-таки сознался, хранил каннабис для личного употребления. На место вызвали следственно-оперативную группу Криворожского отдела полиции. Парня доставили в городское управление. Ранее он уже привлекался за хранение наркотиков. Теперь правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы. Приблизно о 16.30 годин поліцейское управление патрульной полиции зупинили громадянина біля будинку номер 2 половины Зимня. Під час повышенного огляда у него было выявлено речевину схожую на наркотичную. Нам было выявлено из кишени куртки громадянина 28 пакетиків, слеп пакетиків, у которых зберегалась причина природного рослинного походження, зеленого хору, схожа на каннабис. Авария на Суриково. Пострадало 5 взрослых и двое детей. На перекрестке улиц Сергея Калачевского и Сурикова столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, Опель поворачивал налево и не уступил дорогу Линкольну, который двигался навстречу. Удар был такой силы, что автомобиль развернуло в разные стороны. Двигался со своей семьей из Крестницы и сыном своим в восьмую больницу на обследование. Ну вот, на Суриково меня не пропустил. Ехала я по главной, то есть на зеленой свистокора меня не пропустил владитель Опеля. Ну и вот, последствия. В обеих машинах были пассажиры. Всего в аварии пострадало 7 человек, в том числе и двое детей. Водители иномарок отказались от госпитализации, остальных скорая отвезла в восьмую горбольницу. На месте работали патрульные. Подробности случившегося выясняют следователи Терновского отделения полиции. Начали спасать людей, детей. Ну потому что, ну парень был, сильно разбитая голова, разорванная бровь, там, ну, как бы его скорая забрала. А с Опеля, да, он пассажиром был. А в линкольне там тоже была водитель, женщина, я так понял, мать. И две девушки молодые с двумя детками. Одно вообще грудное в колясочке, а эта, ну, девочка маленькая, чтоб старше, та ударилась головой, приехала скорая и забрали в восьмую больницу. Сбил пенсионера. В Покровском районе водитель на «Жигулях» наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пожилого пешехода с подозрением на перелом ноги и ребер забрали в тысячку. В легковушке разбито лобовое стекло, повреждено крыло и капот. По словам автомобилиста, пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте на красный свет. Водитель начал тормозить, но остановить машину не успел. На месте аварии работал экипаж патрульных и следователь Криворожского отдела полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Под Кривым Рогом горели поля пшеницы. Днем 18 июля спасатели получили сообщение о масштабном пожаре между поселками Чкаловка и Марьяновка. Из-за сильной жары загорелся сухостой. Пламя охватило несколько гектаров земли, а густой дым было видно за десятки километров от места пожара. Спасатели несколько часов пытались справиться с огнем, но безрезультатно. Площадь возгорания была слишком большой. Около четырех часов дня огонь побороли. В результате происшествия никто не пострадал. Против рекламы наркотиков. 18 июля возле здания полиции на проспекте Почтовом люди собрались на акцию против рекламы наркотиков. Надписи сайта, который занимается продажей запрещенных веществ, все чаще появляются на домах, остановках и в подземных переходах. Митингующие принесли с собой плакаты, на которых был изображен крот, а также надписи «Не вижу никаких наркотиков». «Наша мета – звільнити кривий ріг від наркотиків. Ми вимагаємо, щоб заборонили, щоб не було розповсюдження наркотиків. Ми сьогодні прийшли з заявою про вчинення кримінальних правопорушень в сфері обігу наркотичних засобів. Активисты передали заявление сотрудникам полиції. Правоохранители, в свою очередь, сказали, уже занимаются этой проблемой и іщут администратора сайта. Что касается устранения наружной рекламы, то ее обещают убрать совместно с коммунальщиками. Кручу-верчу. Все чаще в руках у подростков можно увидеть спиннеры. Модные гаджеты, которые, по словам продавцов этих игрушек, развивают моторику, внимание и помогают отвлечься от компьютера. Крутилки стоят от 50 гривен до нескольких тысяч. Все зависит от дизайна и материала, из которого они сделаны. Такой гаджет вызывает интерес в основном у подростков, которые выполняют с ним различные трюки. А вот насколько безопасны спиннеры, узнавала Карина Гутяр. Раз, два, три, погнали! Уровень мистерства владельца спиннера зависит от его вращения. Мегапопулярная игрушка, на которой зациклился весь мир. Максим и Георгий увлекаются спиннерами. Рассказывают, эта вертушка помогает снять стресс. Появилась относительно недавно, месяца три назад. Полезно, считаю, вряд ли. Просто бывает, может, убить много времени, когда скучно. Или когда, например, нервничаешь. Тоже антистресс своеобразный. Увлекаюсь спиннером уже несколько месяцев. Я купила первый раз эту игрушку в Кремроге. Она мне очень понравилась, потому что она может убить твое свободное время, если тебе скучно. Ну и просто весело с ней играть. Первые спиннеры появились еще в 90-х годах, но популярность приобрели только сейчас. Изначально крутилку придумали для детей с рассеянным вниманием, чтобы помочь им сконцентрироваться. Самый популярный хардспиннер. В центре него находится металлический подшипник, к которому прикреплены пластиковые детали. Такой гаджет может быть изготовлен из различных материалов – латуни, меди или пластика. От того, из чего он сделан, зависит скорость его вращения. Модный гаджет стоит от 50 гривен и до нескольких тысяч. Все зависит от дизайна. Продавец спиннеров рассказывает, несмотря на популярность, эти игрушки стали покупать реже. Разница в спиннерах из-за того, чтобы они не люфтели. Люфт это происходит из-за того, что просто он шатается. Вес, конечно, обязательно спиннера. Это, в принципе, уже на внешний вид. Там самые крутые выделяются тем, что они яркие, светятся. Покупали около 40 штук в день. Да, именно, как бы уже хайп разошелся от этих спиннеров. И штук 20-15 в день продается их. Спиннерами увлекаются в основном подростки. Как рассказывает психолог, он у них вызывает интерес. Но никакого развивающего эффекта игрушка не имеет. Говорить о пользе спиннера я бы не стал. Это вещь, которая просто помогает скоротать время. Само вращение, по сути, оно не дает того развивающего эффекта, как, возможно, другие игры с предметами более сложными, с которыми можно проводить какие-то манипуляции, которые действительно развивают координацию движения. Спиннер, по моему мнению, такого развивающего эффекта не имеет. В интернете можно найти различные видео трюков с этой игрушкой. Но не все они безопасны. В американских школах такие вертушки запретили, потому что считают, они отвлекают детей от занятий. Психологи прогнозируют, модным этот гаджет долго не будет. Калина Гутяр, Дмитрий Микрюков, Первый, Городской. Давайте будем честными. Большинство из нас не завтракает. И причин оправдывающих отсутствия утреннего приема пищи находятся тысячи. У кого-то катастрофически не хватает времени. Кто-то боится поправиться, а некоторые не могут проснуться. И ничего, кроме чашки кофе, в них не помещается. Между тем, завтрак – самый важный прием пищи, которым нельзя пренебрегать. И у нас для вас есть свежие рецепты полезного утреннего завтрака от Зои Мельничук. Упадок сил и нет никакого настроения. Куда и как бы вы не спешили, завтрак пропускать нельзя. Ведь это плохо скажется на вашей фигуре. И самочувствие, ведь именно завтрак заряжает вас энергией на утренние тренировки. Если вы занимаетесь спортом по утрам, то завтракать следует минут через 40 после тренировки. Рацион белковый, то есть блюдо с преимущественным содержанием белка, мяса или рыбы. Смотрите, утро наше должно начинаться в первую очередь со стакана воды для пробуждения организма. Если вы планируете утреннюю тренировку, то вам необходимо позавтракать за 40 минут до этого. Идеальный завтрак – это цельнозерновая каша со свежими фруктами или же стакан кефира. Поддерживать свой обмен веществ вам помогут регулярные физические нагрузки. А теперь несколько рецептов, которые просто приготовить дома. Это не только сытно, но еще и здорово. Яйца пашот с лососем. Наш организм состоит из белков, жиров, углеводов. Это реально белковый завтрак. Яйца пашот, ломтики хрустящего хлеба, маринованный лосось и зелень. Идеально то, что подойдет вам на завтрак. Также овсянка-пармезанка, цельнозерновая овсянка с ломтиками вкусного пармезана. Семена чья с йогуртом и гранолой. То, что зарядит ваш организм, энергия на весь день. Также можно позавтракать сырниками. С сырниками как сладкими, так и солеными. Завтрак – это главный прием пищи. Он должен составлять около 30-40% от всего рациона человека. А еще ученые говорят, если покушать в течение часа после пробуждения, то настроение будет лучше. Зоя Мельничук, Александр Бондаренко, Первый городской. Таким увидели этот день журналисты Первого городского. В студии работала Наталья Болдинская. Спасибо, что с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова